МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также у себя на экране вы сейчас увидите, скажем так, обязательные навыки, которые нужно схватить вашему воину или магу. А также желательные, которые можно добавить в связку с обязательными. Ну и если вы играете абсолютно без правил, то тут навык дипломатия, он только приветствуется. Это один из лучших навыков, который может помочь, в принципе, вам в достижении победы при игре без правил. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это о прокачках. Многие из вас так и не поняли смысла, почему те или иные навыки считаются топовыми или нет. Дело в том, что многие из вас воспринимают прокачку героя как одну единственно возможную. Типа вот во всех случаях, это лучше или это хуже? Нет, ребята. Более того, нужно разделять классическую прокачку мага, когда маг не берет ничего, кроме того, что ему нужно для магии, и универсальную прокачку мага, когда ты подстраиваешься под те или иные варианты. Точно так же и с воином. Есть классическая прокачка, а есть универсальная, которая миксует воина с магом. Это когда ты уже из мага делаешь что-то среднее и из воина делаешь что-то среднее. То есть, по сути, получаются такие себе паладины, боевые маги, да? Что-то вроде того. Так вот, смотрите. Что нужно классическому воину, который не берет ничего, кроме того, что ему поможет в бою с магами или другими воинами? Это, конечно же, оружие, доспехи, стрельба и тактика. Это то, что нужно, чтобы правильно расставить войска и при этом наносить больше урона и в ближнем бою, и в дальнем, и при этом получать меньше урона. Так же ему желательно иметь сопротивление, потому что у воинов тоже может быть какая-нибудь магия. Помимо этого, иметь удачу, чтобы с двойным ударом и быстрее можно было вынести соперника. Поднять мораль за счет лидерства тоже обычно хорошо. И правда, это можно сделать не только с помощью навыка, но еще, помимо этого, конечно же, найти соответствующие артефакты. Ну и артиллерия. Артиллерия, она поможет вам еще больше урона наносить, но для этого нужно будет с собой носить, конечно же, в дополнение ко всему, саму баллисту. А вот если мы говорим о том, что ему можно было бы вкачать, если какие-то навыки не зашли, или нужно ему немножечко подстроиться, то тут смотрим уже в раздел дополнительно. Например, в некоторых случаях вполне нормально прокачивать баллистику, чтобы лучше штурмовать города, прокачивать логистику, чтобы больше успевать на карте, поиск пути для того же, чтобы меньше штрафов было, больше вы успевали на карте. Ну и плюс лечить свои войска иногда тоже является полезным. Но опять же, это мы говорим с вами о такой абсолютно воинской традиции. Если вы думаете только о войне, о более сильной пробивке, как бы больше нанести урона, меньше при этом потерять и так далее. Но точно так же можно больше урона нанести и меньше потерять с помощью той же магии, да? Из-за чего классическая прокачка воина, она по сути не используется, ну почти никогда. Точно так же и классическая прокачка мага. Обычно делают какие-то миксы, связку из воинских и магических навыков между собой. И в итоге пытаются склепать из того, что было, того или иного героя. Поэтому, ну вот в последнее время в турнирах я ни разу не видел, чтобы кто-то сделал классического топового мага или классического топового воина. Всегда нужно подстраиваться под расклад, под то, что происходит и так далее. А вот теперь уже рассмотрим воина-универсала. Слева вы видите его воинские. Четыре навыка. Это оружие, доспехи, стрельба и тактика, которые ему больше всего будут нужны в битве на карте с соперником в финале. А справа он уже берет навыки, которые для воина не совсем свойственны. Если логистику еще худо-бедно можно как-то отнести к воину, то мудрость, магия земли и магия воздуха, ну это уже, хотите вы того или не хотите, это никак не воинские навыки. Это навыки, конкретно заточенные под мага. И прокачивая их своему воину, вы из воина уже пытаетесь сделать некого боевого мага. Хотите или не хотите. Например, ту же самую тактику или стрельбу при желании можно из дополнительных навыков докачать себе, взять, например, сопротивление магии. Иногда, может быть, магия воды будет решать или артиллерия, в зависимости от того героя, которым вы, опять же, играете. Ну и те навыки, которые были для воина классического, топовыми, они все равно у вас среди дополнительных будут значиться и даже частенько заходить. А вот нужны или не нужны они будут для конкретных случаев, опять же, выбор будет за вами на основе анализа той ситуации, в которой вы оказались. Теперь рассмотрим с вами вариант с классическим магом, которого вы, скорее всего, не будете прокачивать никогда или почти никогда. Но с магами здесь ситуация несколько иная. Если воинов я вообще не помню ни одного случая, когда классический был прокачан, то классические маги все-таки проскакивали в игре и, возможно, у кого-то из вас тоже будут проскакивать. Все, что нужно, это, конечно же, мудрость, интеллект, волшебство, мистицизм, не лучший навык, но он, тем не менее, тоже относится к магам. И, помимо этого, опять же, четыре магических стихии, каждая из которых в определенные моменты вам нужна. Больше всего, конечно, нужна магия земли и воздуха, точно так же, как воинам, так, в принципе, и магам. Например, тот же мистицизм при желании можно изменить снизу на один из навыков. Точно так же можно волшебство заменить на один из нижних навыков. Без интеллекта иногда за мага тоже некоторые обходятся, поэтому вот, пожалуй, мудрость. Четыре стихии, из них можно, например, две-три качнуть. И там уже сделать какой-то микс, иногда это даже из воинских каких-то навыков уже микс появляется. То есть можно добавить сопротивление, грамотность, если есть хорошее заклинание и надо переучить другим героям. Опять же, лечение никому еще не мешало, зоркость, которая позволяет воровать разные заклинания. Но, опять же, зоркость, она нужна, если вы сражаетесь с хорошим магом или воином, но воином-универсалом, который, опять же, тоже прокачивал магию, которого тоже есть мудрость и есть, что, в принципе, своровать. Иначе смысла в той же зоркости как такового не будет. Более того, если брать классические герои абсолютно чистые, без плагинов, без нововведений, без HD-мода и всего остального, то там зоркость, в принципе, она и так почти никому не нужна. А вот, в общем-то, маг-универсал, которого вы можете видеть чаще. Ему уже, в отличие от классического мага, оружие и доспехи всегда хорошо заходят. И они заходят крайне и крайне редко, но если заходят, то отказаться от такого, конечно, крайне сложно. Понятное дело, интеллект. Чем больше маны, тем больше возможностей перебить армию соперника, даже если у вас ее мало. Тактика для того, чтобы вы могли закрыть свои ключевые стеки от воина, который будет наносить гораздо больше урона в ближнем бою, чем ваш маг. И даже маг-универсал часто. Логистика, она нужна как воинам, так и магам в одинаковой степени. Для универсала это заходит лучше некуда. Земля, воздух, как обычно, ну и мудрость, само собой. Остальные навыки, опять же, вы можете докачивать, заменяя их между собой. Например, не будет у вас доспехов или оружие не зайдет, можно их заменить на один из нижних навыков. Или, например, тактика не зайдет. Но если без оружия маг еще как-то может играть, то без доспехов, конечно, это сложнее делать в битве против особенно классических воинов, которые просто могут выносить за несколько раундов вашего мага, если вы не успеваете разобраться на магии, на тактике и так далее. А воины все-таки тактику прокачивают крайне и крайне часто, поэтому выкрутиться там бывает, что уже и времени особо нет. Ну и опять же, рассмотрим варианты саппортами, вспомогательными. То есть, можно качнуть себе своих ложков в виде разведчика-собирателя, у которого будет поиск пути, логистика, разведка и имущество. Этот герой будет далеко бегать, а значит, много успевать собирать, много будет успевать разведывать благодаря разведке и опять же, большему количеству очков перемещений. Помимо этого, будет приносить с собой золото, играть какую-то определенную роль в длинных отстроенных цепочках из героев. Такие герои всегда вам будут нужны для подвоза армии, для переброса армии, для быстрой зачистки территории, разведки и так далее. Ну и, собственно, саппорты-воители. По большей части это маги, которые воюют между собой. Изредка среди них, конечно, и воины проскальзывают. То есть, пока ваши главные герои заняты какими-то важными делами, лошки соперника и ваши лошки часто встречаются между собой и пытаются друг друга убивать. В основном, стараются для них прокачивать магов из-за того, что у них больше маны и можно им раздать просто каких-нибудь единичек, копеечек, так называемых юнитов и бегать просто магией вырезать армию сопернику. Поэтому часто берут логистику, чтобы дальше успевать. Часто берут мудрость. Более того, мудрость, она обычно у магов уже есть на старте. Сопротивление магии будет, опять же, не лишним, но, опять же, брать их прямо на старте, если их нет, наверное, сопротивление не так уж и топово заходит. Интеллект, да, интеллект смотрится хорошо, волшебство смотрится хорошо, магия, опять же, земли, воздуха, огня, да любая, в общем-то, стихия, она будет заходить в плюс, потому что обычно саппорты воителей или завоевателей, они, в общем-то, обычно не прокачиваются до сверхвысокого уровня, хотя среди них бывают случаи, когда вы, например, в какой-нибудь тюрьме вытянули важного героя или параллельно качали многих героев и один из саппортов воителей или даже несколько прокачались довольно хорошо, то есть варианты могут быть самые разные. Поэтому задача моя на вот этих вот табличках, грубо говоря, было вам показать, что есть абсолютно разное понимание игры, абсолютно разные варианты прокачки и нельзя относить тех или иных героев, которых вы видите в игре, к суток как к воинам из-за того, что у него воинский класс или к суток как к магам из-за того, что магический класс. Все во многом будет зависеть от того не столько, как будут выпадать те или иные навыки, а из того будет состоять ваш герой и его класс, какие именно навыки вы будете выбирать. Каждым выбранным навыком вы меняете шанс выпадения каких-то других навыков. Поэтому там уже с каждым последующим уровнем уже шансы на выпадение навыков будут не такие, как были прописаны изначально, а такие, на которые уже повлияли вы своим выбором того или иного заклинания. И это нужно тоже опять же ребята понимать.